Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». Об основных событиях дня вам расскажут корреспонденты национального телевидения «Чуваши» и я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Город растет. Глава Чуваши проехал по строительным объектам столицы. Новая котельная не только согреет, но и поможет сэкономить. Братская дружба. Музыкальная группа из Белоруссии записала саундтрек для чувашского фильма. Глава Чуваши сегодня побывал сразу в двух будущих микрорайонах столицы. Поездка была не только ознакомительной, разговор с застройщиками зашел и о проблемах. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. В строительной отрасли республики произошли серьезные подвижки. Темпы ввода жилья увеличились в два раза. Есть спрос и предложение. Улица Радужная скоро засверкает яркими цветами. В этом районе уже ввели в эксплуатацию несколько домов. Строится еще два. Причем, отмечают застройщики, квартиры здесь раскупаются довольно быстро. Все коммуникации подведены. Все энергии необходимые ресурсы в доме присутствуют. Подъездные пути, с учетом облегающих стройки, они уже самообеспечены. А так квадратный метр по культуре не продавали вообще? По этому дому 41-42 было. Заселяются сюда в основном молодые семьи. А значит, важно в ближайшие годы возвести здесь и школу, и детский сад, отметил Михаил Игнатьев. Впрочем, все это предусмотрено в проекте. Глава республики отметил, что строительство социальных объектов не должно быть отложено на потом. Правда, возводя новые дома, застройщикам приходится выкупать земли у судоводов. Попадаются и принципиальные владельцы участков. Но договариваются. Они, конечно, знают тоже стоимость своего земельного участка. Когда стройка началась, цена всегда на удостать начинает. Я скажу так, в любом случае, идем в обе стороны, будут на компромисс. Однозначно. Никакого силового давления абсолютно нет. Понятно, что чуть быстрее получать умедление. Вот если посмотреть, например, с этими уважаемыми садоводниками, по какому договорились. Понятно, что будем выкупать. Скоро эта территория преобразится до неузнаваемости. Новоселье здесь сыграют более 9 тысяч человек. На подобные комплексные проекты в республике делается ставка. Точечная застройка сходит на нет. Это и микрорайон Садовый, и микрорайон Радужный. Бурно сейчас будет развитие 14 микрорайонов в Новоюжном жилом районе. Будет построено порядка 28 домов. Общей площадью свыше 250 квадратных метров жилья. Глава республики отметил, что для строительных организаций органы власти стараются создавать идеальную среду. Компаниям сейчас работать выгодно. Жилье продается не только в столице, но и в районах. Наша задача – сдерживающие факторы убирать и давать возможность строить больше жилья, создавать конкуренцию с одной единственной целью, чтобы для покупателя цена была доступнее. Всего же в этом году только в Чебоксарах планируют создать почти 300 тысяч квадратных метров жилья. Это только многоэтажные дома. Будет построено больше и квартир для очередников. 700 квартир нам надо по социальным категориям, гаражам надо дать квартиры. В перспективе темпы строительства планируется нарастить. Неосвоенных земель в городе еще достаточно. Глава республики потребовал провести анализ и выявить заброшенные участки и незаконно возведенные гаражи. Осваивать эти площади будут строители. Согласно календарю, снежная зима не за горами. Отопительный сезон взял отсчет еще в конце сентября, а подготовительные работы начались задолго до старта. Приходилось менять трубы, насосы, а то и реконструировать целую котельную. Как, например, в Московском районе по улице Лебедева. Моральный и физический износ котельной в северо-западном районе буквально несколько лет тому назад вызывал опасения властей города. С 1996 года на ней не проводились ремонтные работы. Учитывая его огромную роль для местного населения, власти города приняли решение о реконструкции. Котельная по улице Лебедева снабжает теплом северную поликлинику и три жилых дома. На тотальное обновление было направлено 19 миллионов 260 тысяч рублей. В рамках реконструкции было заменено полностью все технологическое оборудование. Это и котлы. На сегодняшний день установлены котлы итальянского производства «Альфа-Терм». Мощностью 1850 киловатт каждая. Общая мощность котель на сегодняшний день 7,4 мегаватта. Арифмическая разница мощностей котлов ощутима. Ранее здесь красовались старых 8 котлов, то сейчас ограничились четырьмя современными. КПД новых котлов выросло в полтора раза и составляет более 90%, что значительно экономит топливо. Данная котельная работает на газе, но резервным источником служит мазут. Здесь также предусмотрена станция химподготовки воды, которая предлевает значительный срок службы самой котельной. Заменены все технологические трубопроводы, задвижки и насосы. Несомненным плюсом является полная автоматизация котельной. В связи с этим оптимизированы трудозатраты. Пульт диспетчерской заменяет работу пяти человек. Регина Кубайкина, Елизавета Зайцева, Андрей Спиридонов, Республика. Страна будет зимовать по летнему времени. В этом октябре стрелки не переведут, сообщают ведомости со ссылкой на источник, близкий к администрации президента страны. Если страна перейдет на прежнюю систему до Олимпиады, то у многих международных телевещателей могут измениться рекламные контракты. А это приведет к миллионным штрафам, претензиям и неустойкам. Однако после Олимпиады, осенью 2014 года, Россия может перейти на зимнее время. К этому вопросу в Госдуме планируют вернуться к концу весенней сессии или сразу после выхода депутатов с летних каникул. В Чубаксарах прошли финальные соревнования студенческих пожарных дружин. Ловкость, силу и выдержку проявили студенты ведущих вузов Чувашии. В Чувашии при высших учебных заведениях действуют добровольные пожарные дружины из числа студентов. В турнире приняли участие четыре вуза. Сразу две команды выставил педагогический университет. Эстафета состояла из пяти этапов. Пока один из участников команды на время надевал боевую одежду пожарных, остальные оказывали первую помощь пострадавшему. Следом ребята правильно раскладывали рукавную линию и водяной струей сбивали мишени с пожарного рукава. Попутно им предстояло сбить пламя на горящем противне с помощью огнетушителя. Самые смелые поднимались с помощью пожарной лестницы в окно учебной башни. Все это необходимо было сделать за считанные секунды, соблюдая все технические нормативы. В результате упорной борьбы уверенную победу держал пожарно-спасательный отряд Чувашского государственного университета. Второе место завоевали студенты Технолого-экономического факультета Педагогического университета. Третье за студентами сельхозакадемии. В галерее «Серебряный век» Национальной библиотеке открылась выставка «Мир цвета глаз женщины». Авторы участницы 4-го выездного пленера художниц Чувашия. В этом году участницы пленера решили обосноваться в селе Отнары Красночитайского района. Они посвятили свои работы памяти участниц матерей и вдов солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Художницы не ставили себе планов, писали, как было вдохновение. Лариса Кострова, руководитель художественной школы, говорит, что такое творчество очень важно для учителя. Ученики видят, что их наставник тоже умеет писать. Вот в нашей школе обязательно проходит выставка наших работ именно для детей. Дети, например, знают у нас художественную школу, и они знают, что учителя у них практикующие. То есть они умеют рисовать, умеют писать красками, они очень радуются всегда за нас. Лариса Кострова за 10 дней написала 19 картин. Говорит, что такое творчество не обязывает к кропотливой работе. Особую радость испытывают, когда жители деревни рассказывают о своих впечатлениях. Многие люди, например, они, приходя на выставки, вот эти вот спонтанно образующиеся, они говорят, надо же, как у нас красиво. Мы это видим каждый день и никогда не обращаем внимания. А тут вдруг все очень здорово. Среди участниц Пленера заслуженные художники, учителя, журналисты. Каждый год в Чуваши для натурной живописи приезжают из Санкт-Петербурга. В течение года работы женщин-художниц будут выставляться в галереях Чебоксар и Красночитайского района. А на следующий год подобный пленэр состоится вновь. Только в другом районе. Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Тени Толкай в Чебоксарах. И речь идет совсем не о спортивных состязаниях. На три дня из Белоруссии в Чувашию приехали ребята из группы с таким веселым названием. Белорусские хлопцы приняли участие в съемках клипа на песню, которая станет саундтреком к фильму «Обочина» продюсера из Чувашии Юрия Спиридонова. Перед тем, как вернуться на родину, коллектив «Тени Толкай» заглянул и в нашу студию. Группа «Тени Толкай»! Встречаем! Группа существует уже 14 лет. В родной Белоруссии их знают и любят. «Тени Толкай» призер практически всех фестивалей и конкурсов, проходящих в Белоруссии. На данный момент группа уже выпустила 6 дисков, сняла 14 клипов, дала более 300 сольных концертов, участвовала в «Песни года» в фестивале «Славянский базар» в Витебске. Ребята засветились и в российском кино. Самая запоминающаяся сцена в фильме «Стиляги» режиссер Валерия Тодоровского. Снимались много фильмов, сериалах, писали для них, но всегда хотелось более серьезную песню сделать, более серьезному фильму. Судьба свела с хорошим человеком, с Юрой. Он предложил посотрудничать, мы, конечно же, согласились. Ребята признаются, что сценарий фильма «Обочина» зацепил, поэтому песня родилась достаточно быстро. Затем пришло решение – снять клип на эту композицию. Часть съемок проходила в чистом поле, а часть – в настоящем цыганском таборе. Еще нам повезло очень с погодой, что буквально мы закончили съемки, и начался дождь. А мы так все успели, все вовремя, очень красивый был световой день, облака, ну, зрители все увидели. Еще ночные съемки то же самое, что пока снимались дождя не было, только закончили, пошел. Мы возле костра с цыганами там поем песни. То есть так получилось, что мы еще два часа не могли уехать. У них оказалось день рождения был у кого-то. Пока все песни не спели, которые вспомнили. Несмотря на насыщенный график, ребята все же успели познакомиться и с нашим городом. Прогуляться по центру Чувашской столицы. Мы посетили, наверное, такие знаковые места, наиболее красивые в вашем городе. Очень интересно. У нас в Минске нет вот этой большой воды, вот, которая у вас есть. Вот Волга, вот это, поэтому очень красивые пейзажи. И хочется приехать сюда летом, потому что, говорят, гораздо это все эффектнее выглядит летом. Конечно, впечатлила символ, наверное, Чебоксар, скульптура, матери. Это будет, наверное, покрасивее, чем в Рио-де-Жанейро. Хлопцы признались, что хотели бы побывать в нашем городе еще раз летом, чтобы оценить всю красоту волжских пейзажей. А возможно и выступить на одной из площадок города со своими композициями. Не забыли солисты и поздравить наш канал с двухлетием. А заодно и подарили музыкальные диски со своими песнями. Пользуясь случаем, хотим вас все душе поздравить национальные телевизии Чувашии с двухлесием, правильно? Скоро уже этот, в детский садик, вам, еще столетия вам. Вот, конечно, что хочется пожелать, конечно же, побольше зрителей. Интересных программ. Да, интересных программ, интересных сюжетов, интересных мыслей. Интересной работы. Больше эфиров. Тени толка, Минск, Беларусь. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. На этом наш выпуск подошел к концу. Сразу после информационного выпуска смотрите программу «По существу» о театральном фестивале для особенных детей, который стартовал сегодня. Я же с вами прощаюсь. Отличных вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин